Одна тема, о которой мы сегодня будем говорить, она настоящая. Мы будем сегодня говорить о людях. Итак, вы знаете, что в школе идет неделя театра. Сегодня перед вами выступит объединенная труппа восьмиклассников. То есть, сколько одноклассников вы увидите сегодня в качестве артиста. И в школе также проходит неделя русского языка и литературы. Мы решили объединить двоих замечательных мероприятий и показать сегодня вам, напомнить вам страницу русской и мировой классики, рассказывающей о любви. И для того, чтобы у нас получился с вами этот разговор, давайте будем хорошими зрителями. Если будут какие-то удачи у наших актеров, поддержите их аплодисментами. Если у них будут провалы и даже самые страшные, поддержите их аплодисментами. И, пожалуйста, не мешайте им, потому что они боятся забыть свои слова. И очень вам нравится. Поприветствуем актеров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Это любовь матери к детям, любовь к родине, к любимому делу, любовь юноши к девушке. Шекспир писал, любовь блеск солнечный, дождю идущий след. Если бы мы задались целью прочитать все, что написано о любви, нам не хватило бы и всей жизни. Герои многих литературных произведений, прочитанных нами в этом году, выдувают любовные взаимоотношения. Сегодня вы увидите инсценированные эпизоды любви из Ромео Джульетта Шекспира. Из Капитанской дочки и барышней крестьянки Пушкина. Из Тараса Бульба и Ревизора Гоголя. Из Аси Тургенева. Из всемыслим и трескопа любви Санетта Шекспира. Санетта Шекспира, номер один. Любовь сильна, как божество, и божеству равна. Ее я славлю от того, что жизнь дарит она. Нигде я Бога не встречала, любовь не стеветна. Жизнь наша без ее начал, бесплодна и скудна. Чему молиться, божеству или любить им твой? Любовь я Богом назову, и ей молюсь одной. Санет Шекспира, номер двадцать три. Как тот актер, который арабетит, Теряет нить давно знакомой роли. Как тот безумец, что впадает в гнев, В сбытке сил теряет все любовь. Так я, малышка, не знаю, что за это. Не от того, что сердце охладет. Нет, на мои уста кладет печать моя любовь, Которую нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой. Пускай она, безмолвный мой хататый, Идет к тебе с признанием и мольбой И справедливой премьерной скорости. Прочтешь ли ты с тобой? Слышишь ли глаза? Как же страждаются чувства первой любви? Это может произойти в школе, на парке, В поле и парке, на берегу озера, в лифте. Или на балмаскараде, как в пьесе Шекспира, Ромео и Джульетта. Продолжение следует... Не сделаешься меньшим. Не засыпай. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь ты лучший, я, дочь Василия Каневка, а ты, Барин, как детский, что ли? Так точно, я коммердинер молодого барина. Алжош, ну на дуру напал, вижу, что ты сам барин. Почему же ты так думаешь? Да по всему. Однако же... Как же барин, ты с собой не кричишь. Для детства не так, и баришь иначе. Если же вы хотите, чтобы вы были предъявлены ясными, я не буду забываться. Кто тебя научил эти премудрости? Ни Настенька ли, ни моя знакомая, ни девушка, ни барышня ваша? А что думаешь, что страняется в просвещении? Я на Пасху-гаре никогда не бываю. Небось, всего она слышала, что не везет. Одна, ты же, в одной собой, греботный наберешь. Ты к тебе в одну сторону, а я в другую. Прощение просим. Постой, как тебя зовут, душа моя? Акулина, ты быстрей, батюшка, не горой-то рад? Ну, мой друг Акулина, буду в гости к твоему батюшке Василию Кузнецу. Нет, нет, что ты, не приходи, ради детства. Политом узнает, что от барина прочь молдала. И там не будет. Отец мой Василий Кузнец прибьет мне тоже. Да, но я непременно хочу с тобой видеться. У меня тогда же еще придется, ради барина. Тогда же. Да хоть да. Милая Акулина, расцеловала бы тебя. Да, да не смею. Ты завтра в этом месте, не правда ли? Да, да. И тебя, барин, смею. Ну, побожись. Вот до свидания, дядяка, приду. Ах, и перезвучка барина. Переобъекта и крестьян. Вот уж и наручила на богу молодому барину. Молодой барин хоть раз, молодой две и потерял, да голову напрячался на них. Чего, к сожалению, не скажешь об Англии, Герой повести Гоголя. Раз, два. Глянь на их повести Гоголя. Раз, два. Мама отнесла ли? Она спит, а отец отнесла. Он сказал, что не сам будет отвергать лицаря. Да больно, не ешь больше. Ты так долго не ела. Хлеб тебе будет ядовит. Царица, чего ты хочешь? Что тебе нужно? Прикажи мне. Задай мне службу, самую невозможную, какая только есть на свете. Я побегу исполнять ее. Скажи мне сделать то, чего в силах ни один человек не может сделать. Я сделаю. Я погублю себя. Погублю. Погублю. И погубить себя. Я для тебя кляну святым крестом. Мне так сладко. Моим в силах сказать того. Обманываю. И себя. И меня. Знаю я. Великую мою волю знаю слишком хорошо, что тебе нельзя. Знаю, какой долго заветный твой. Когда зовут отец, товарищи, отчизна, а мы для этого не знаем. А что мне отец, товарищи и отчизна? Так если ж так, так вот что. Нет у меня никого. 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 Кто сказал, что моя отчизна, Украина? Кто дал мне ее в отчизну? Отчизна есть то, чего ищет душа наша. Отчизна моя ты. Вот моя отчизна. И понесу я отчизну всю сердце моем, пока станет на моем веку. И посмотрю. Пусть кто-нибудь из казаков выбьет ее оттуда. И все, что есть, отдам. Продам. Погублю за такую отчизну. Спасены, спасены, спасены. Наши вошли в город, привезли хлебу, пшена, муки и связаны с запорожцами. И погиб казан, пропал для всего казацкого выцарства. Не видать его больше, ни запороженных, ни отцовских ударов своих, ни церквей божьей. Украина не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать его. Вырвет старый Тарасик и бог от своей чупылины. И выглянет и день, и час, который выродил на позор себе такого сына. Что является спасением для одного, будет любого. Бегов. Проклятая любовь всему виной. Кто и подастся, тот утратит разум. Свободу, мужество и разум. Не хотел бы я оказаться на месте Андрея. Ему пришлось выбирать между любовью к женщине и любовь к родине. Не знаю, как поступил бы ты. Он был бы у любовью к женщине, но предлал бы ты. Береги честь молоду, предупрежая Кушкин повестью, капитанская дочка. И вот в этот времен, попав в стан врага, сберег свою любовь и сдержал присягу на ледость, ранную отечеству. Сцена из повести капитанская дочка. Скажи-ка, брать, какую девушку ты держишь у себя под королупом? Покажи-ка мне ее. Государь. Государь. Она не под королупом. Она больна. Она светится, лежит. Глядишь меня к ней. Государь. Вы властно требует с меня все, что вам угодно. Но не прикажите же вести вас к моей жене. Это все же у нас. Тише. Это мое дело. А ты не умничай и не ломайся. Жена она тебе и мне жена. А я веду к ней, кого хочу. Барин, ступайте за мной. Государь. Я вас предупреждаю. Она в третий день как белый горячий. Близит без умол. Отворяй. Я не взял с собой ключа. Хорош у тебя, Лазаре. Скажи, голубочка, за что твой муж тебя наказывает? В чем ты при нем провинилась? Мой муж? Он мне не муж. Я никогда не буду его женой. Я лучше решила с умереть. И умру, если меня не избавить. И ты смел меня обманывать? Знаешь ли без денег, чего ты достоин? Милую тебя на сей раз. Но знай, что при первой вине тебе припомнится и это. Что, ваше благородие, спасли красную девицу? А не послать мне за попом, да не заставить ли его обещать племянницу? Я буду посаженным отцом, швабрить дружку. Закутим, запьем и ворота запрем. Сосударь, я виноват. Я вам солгал. Мы Гринева вас обманывают. Она не дочь здешнего баба. Она дочь Ивана Миронова, которая была хотима при взятии здешней крепости. Это что еще? Я бы не сказал тебе правду. Ты мне этого не сказал. Сам ты рассуди. Мог ли я при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да они бы ее загрызли. Ничто бы ее не спасло. И то, правда, мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка попадья, что обманула их. Слушай, как тебя знать не знаю, да и знать не хочу. Доверши, как начал. Отпусти меня от бедной моей сироты. А мы до конца своих дней будем молить о спасении грешной твоей души. Им быть по-твоему. Казнить так казнить, жаловать так жаловать. Таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу. Вези ее куда хочешь. И дай вам Бог любовь за саду. Достойная пара Крюто-Кренев и Маши Миронова. Ведь она, в свою очередь, спасла от гибели Любьева. Любовь высвышает великое губи. Чуше лет. А что же делать таким подлицам, как Шваку? Он совершил один благородный поступок. И назвал ее нашим одним судебным разбирательством. Любовь придает благородство даже тем, которым природа отказалась. И я, в шпирт. К сожалению, в жизни встречаются публицы, пистецы, инжесты и прочие цепь. И ведь тому, кто едва успеют познакомиться с вами, вдруг без всякого видимого повода взбылает под горячей любовью. Предупреждают и мудрецы, и Николай Васильевич Кобот, и ЕС и Ревизор. Ценность ЕС и Ревизор мог бы нам. Почему вы так испугались? Нет, я не испугалась. Мне очень приятно, что вы приняли меня за такого человека, который... Осмелюсь не спросить у вас, куда вы намерены были идти. Правда, я никуда не шла. А от чего же вы, например, никуда не шли? Я думала, не здесь ли маме? Нет, мне хотелось бы знать, от чего вы никуда не шли. Я вам помешала, вы занимались важными делами. А ваши глаза лучше, сударыня, нежели всякие разные дела. Вы никак не можете к ней помешать. Никаким образом не можете. А напротив, можете принять удовольствие. Вы говорите по-столичному. Какой у вас милый платочек. Как бы я желал бы вашим платочек, чтобы обнимать вашу велейную шельку. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня такая странная погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Вы все эдако говорите. Я бы вас попросила, чтобы у меня лучше написать какие-нибудь стишки войдем. Вы вернусь к нему, вы знаете. Я очень люблю. Да, у меня много их сядек. Но вместо этого я лучше предоставлю вам любовь свою, которая от вашего взгляда... Любовь? Я не понимаю любовь. Я никогда не знала. Что за любовь? А к чему же вы отодвигаете свой стул? Нам было бы лучше сидеть близко друг к другу. Да к чему же близко все равно и далеко. А вы представьте, что далеко, а не близко. Да к чему же... Как бы я желал, сударыня, обнять в вас свои объятия. Да к чему же это? Что это там? Как будто бы полетела. Сорока или какая другая птица? Это сорока. Это уж слишком наглость такая. Сударыня, простите. Я сделаю это от любви. Точно от любви. Ну, почитайте меня за такую провинциалку. Из любви. Браво, из любви. Я на коленках готов у вас просить прощения. Простите меня, сударыня. Это от любви. Какой массаж. А чёрт возьми. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я маленькую. Ходи прочь отсюда. Слышишь? Прочь. Прочь. Не смей подражаться на ногах. Извините, я бы задерживедена в такую усмотрение. А это тоже аппетитно. Не дурно. Сударыня, я сгораю от любви. Как? Вы на коленях? Как встаньте, встаньте. Здесь все нечисто. Нет, на коленях. Непременно на коленях. Я хочу знать, что мне сомнено. Жизнь или смерть? Ну, ну, позвольте. Я ещё не вполне понимаю значение слов. Если не ошибаюсь, вы делали предложение насчёт моей дочери. Нет, я влюблён в вас. Жизнь моя на полоске. Если вы не убедяете любовь мою, я не достоин земного существования. С пламенью в груди. Руки вашей прошу. Ну, позвольте заметить. Я в некотором роде, я замужа. Руки вашей. Руки прошу. Маменька, папенька сказал, что какой постарший. Ну, что ты? К чему? Зачем? Что за ветренность такая? Вдруг бежала, как угорелая кошка. Ну, что ты нашла такого удивительного? Ну, что тебе вздумалось? Когда ты уже будешь знать, что такое хорошее правило и солидность поступков? Да, вы, маменька, не знала. Ты берёшь пример с дочерей Явкина-Чапкина? Что тебе глядеть на них? Перед тобой есть другие примерки. Перед тобой и мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Анна Андреевна, не противитесь нашему благополучию. Благословите любовь нашу постоянную. Так вы бы её? Решите, жизнь или смерть. Ну, вот видишь, дура, ну, вот видишь, Из-за тебя эта дрянь гость изволила стоять на коленях. А ты вдруг сбежала, как сумасшедшая. Ну, право, стоит, чтоб я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька, вперёд не буду. Марайся из ценных траван. Бывает, что любовь пройдётся мать. Ни сердцем затронет, ни ума, ни за ним. Дурак умеет подмануть, тот много раз ещё обмачен. Благословия. Думаю, с этим обманем будем заточку городничью быстро сладить. Несколько чрезанностей очередного выжидного проезжающего. Настоящей трагедией жизни можно считать другую ситуацию, когда умный, образованный, самодостаточный человек обманывает себя, говоря, счастливым я буду завтра. Как повестью Другиния в Аси. Сцена из повестью Другиния в Аси. Я чуть было не постучал в окно. Я сейчас же хотел сказать Гагину, что я упрошу руки его сестры. Но такой асфальт мне, в такую пору, до завтра подумал я. Завтра я буду счастлив. Завтра я буду счастлив. Пусть счастья нет завтрашнего дня. У него нет вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящие и то не день, а мновенья. Я не помню, как дошел до дома. Ни ноги несли меня, ни лодка меня везла. Меня поднимали какие-то большие, широкие крылья. Я остановился возле кустарь, и тепел соловей. Я долго стояла и слушала. Мне казалось, он поет мою любовь и мое счастье. На следующий день, отходя к знакомому дому, меня поразило одно обстоятельство. Все окна были расстворены, и дверь тоже раскрыта. Перед порогом валялись какие-то бумажки. Служанка смертвой показалась за дверью. Уехали! Прякнула она и подала мне записку. Прощайте, мы не увидимся, мы не из гордости ее уже. Мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы ему не сказали, видно, так лучше. Прощайте, одно слово. Ой, я безумец. Это слово со слезами повторял я накануне. Я растачал его на ветер, я твердил его среди пустых полей, но я не сказал его ей. Я не сказал, что я люблю ее. Да я и не мог тогда сказать это слово. И я не увидел ее воли. Прошли годы. Я знал других женщин, но чувство, возбужденное во мне, Аси, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет, ни одни глаза не могли заметить этих глаз когда-то с любовью, устремленных на меня. Ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким сладким и нежным замиранием. Обрученный на одиночество бессемейного бабылья, я храню, как святыни ее записочки, и высохший цветок герамила. Тот самый цветок, который она когда-то бросила мне из окна. Жаль героя, престижа, просто и счастье. Не за красавица, не за красавица. А вот и наша влюбленная парочка Ромео и Гюльетта. Почему так дедит Ромео? Как печатлен Гюльетта. Родители против их брака, любящиеся в садошкой расстанцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мне надо удалиться, чтобы жить, И остаться и проститься жить. Побудь еще, куда тебе спешу? Пусть хватит и казнят, Раз ты согласна. Я и подавно остаюсь с тобой, Пусть будет так. Мне легче оставаться, чем идти. Что ж, смерть так смерть, Так хочется жульеть. Поговори, еще не рассвело. Нельзя, нельзя, Скорее беги, светает, светает. Румяний день, И все чернее прощания. Погода, в окошко день, Радости за кошку. Обними. Прощай, я спрыгну в саду. Ты так уйдешь, мой друг, Он муж, он важен. Давай не всякий час Все это время знать о себе. Минуты столько есть, что верно. Я на сотни лет составлюсь, Пока с нами романусь. Наверное. А муки эти все Послужат нам потом воспоминания. О, Божь, у меня не добрый глаз. Не показалось, что ты отсюда, Сверху, опущенную на дробовое дно. Их улетит в ладу страшную беду. Печаль нас пожирает, И она пьет нашу кровь. Ты тоже ведь заведна. Прощай, прощай. Судьба, тебя считают изменчивой. И если так судьба, То в самом деле Будет достоинство, И вдалеке неверно дышит. Аплодисменты, Спасибо. 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 Давайте. Спасибо. Спасибо. Дети все послужат на патрусство воспоминаний. Джульетта! Джульетта! О, как... О, Боже, у меня недобрый глаз. Все показалось мне отсюда, сверху, опущено на кровавое дно. О, Боже, у тебя считают изменчивыми. Если так, судьба, то в самом деле будни постоянные и в далеке нелепные удержания. Нам, как и Джульетти, нам, как и Джульетти, полюбившись впервые 14 лет, наверное, кому-то из нас уже пришла первая любовь. А кто-то еще ждет с пребетом, по-тоинственной чувстве. Пусть ваша первая любовь будет нежной, чистой и обязательной своей любовью. И даже если она пройдется недолго. Пусть память о них своим теплом соприведни, как и взрослые дни. Берегите первую любовь. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...